В большинстве тверских школ уже прозвенели последние звонки для учеников 9-х и 11-х классов. Приближается пора выпускных экзаменов, а после выпускной вечер и поступление в высшие и средние учебные заведения. Что волнует мам и пап абитуриентов? Специально для них представители флагманских вузов Верхней Волжи провели необычное родительское собрание. Ничего не страшит и не волнует больше, чем неизвестность. Вот и тверские родители, пока их дети пишут ЕГЭ, штудируют информацию о вузах. Но несмотря на то, что на сайтах учебных заведений есть все данные, остаются вопросы. Родители абитуриентов смогли задать их напрямую представителям тверских вузов на региональном родительском собрании, которое прошло в Твери на площадке Кванториума. Секретарь приемной комиссии ТВГО рассказала, что волнует мам и пап выпускников. Родители всегда переживают больше, чем дети, когда поступает их ребенок, абитуриент. Поэтому очень важно все разложить по полочкам. Какой проходной балл, сколько бюджетных мест и вообще можно ли поступить, какая техническая база, не зависает ли система, способы подачи документов. Вот такие вопросы. В общей сложности собрание объединило более 400 школ региона в режиме видеоконференции. Участниками стали не только родители, но и педагоги. Кстати, многие из них сами родители выпускников. Начальник отдела профессионального образования регионального министерства образования Нелли Гайдухина, которая также и мама абитуриента, отметила некоторые изменения в правилах приема. Изменился пакет документов, необязательно представляемых. Немножечко изменились сроки по зачислению. То есть начало приемной комиссии, приемной кампании, оно как и в предыдущие года, с 20 июня стартует приемная кампания. Но сроки зачисления, они немножко сдвинулись. Итоговые документы от зачислений будут подписаны не 1 августа, как раньше, а 9. Это даст возможность точно сделать правильный выбор абитуриенту и успеть собрать все документы. Участникам собрания также рассказали о востребованных специальностях в вузах региона, Тверского государственного медицинского университета, ТВГУ и политеха. Всего в этом году ЕГЭ сдают более 5,5 тысяч тверских школьников. Максимальная подготовка. Сейчас все сосредоточено на том, чтобы ребенок поступил в вуз. Занятия с репетиторами, решение дополнительных каких-то заданий. Готовимся, как можем. Выпускники прошлого года, а ныне студенты-первокурсники, в том числе и иногородние, которых немало в регионе, что говорит о востребованности тверских университетов, рассказали, с какими столкнулись сложностями. Еще год назад они и их родители также волновались перед ЕГЭ, подавали документы, искали нужную информацию. Трудности, наверное, заключались в том, что было очень много информации. Нужно было готовиться одновременно к нескольким предметам. Родители поддерживали, потому что понимали, что это достаточно трудный шаг. И серьезный такой, потому что это 1200 километров от родителей. Конкурс большой был? Баллы были очень высокие у всех. То есть первые места — это 250 баллов. Я приезжала, подавала документы, и все помогли, все объяснили. Было удобно. Студенты, даже иногородние, часто выбирали очную форму подачи документов. Приемные комиссии могли проконсультировать по поводу специальностей и сроков обучения. В этом году подать документы можно будет также очно и заочно, в электронном формате. А все изменения можно отслеживать на сайтах учебных заведений или получить консультацию по телефону приемных комиссий.